Какое качество в архитектуре? Некое понятие стиля, понятие места. Это просто грамотность, профессионализм, я бы так сказал. Как-то раньше, по молодости, я оценил больше второй критерий. Второй критерий – это некая изобретательность. Это то, что мы называем уже творчеством в таком чистом виде. Но сегодня я считаю, что второе без первого – это тоже дурной тон. Увы, у нас сегодня как раз с этим профессионализмом, по-моему, большая беда и некие смешения стилистические, эклектика в худшем виде, непонимание, ну, в общем, как бы правил приличия элементарных. Стало, ну, общим местом и встречается гораздо чаще, чем понимание этих правил игры. Поэтому я для меня, наверное, сегодня главная школа. И только если есть какой-то уровень школы, какой-то уровень вот этого общего профессионализма, я тогда могу смотреть за, собственно, творческой составляющей архитектуры, за неким изобретением, приемом. Ну, за тем то, что вот мастера 20-го года больше всего, 20-х годов больше всего ценили в архитектуре. То есть, некая вот эта самостоятельность, чем этот дом там отличается от ранее сделанных и так далее. То есть, то, что, в общем, называется творчеством. Хотя, с другой стороны, наверное, когда листаешь журналы, то школу пролистываешь, ну, она, само собой разумеющимся должна быть, а смотришь только изобретение. Так что тут сложно. Смотришь, что-то изобретение, какие-то приемы, которых не было, какой-то другой подход к общепринятому вроде бы, да, совсем. Так что тут сложно, что главное. Но для реальной жизни, конечно, если нет школы, то уже изобретение можешь не изобретать. Потому что это иногда, знаете, бывает только хуже от того, что какие-то есть изобретения при отсутствии понимания там стиля, понимания вообще хорошего тона, буквально там хорошего вкуса. И это только хуже. Ну, я много уже у меня, наверное, каких-то было интервью. И вот в этих, в английских книжках, и в Татлине последнем. Ну, по-моему, я всегда говорил, что, ну, особо должен быть у проекта некий ключ. Ну, то, что раньше называли приемом, да. Некий стержень, вокруг которого уже накручивается, собственно, жизнь вот этого архитектурного произведения, вокруг которого уже формируется сам облик, образ и так далее, и так далее. Если этого какого-то исходнего ключа нет, то, ну, у меня, как правило, все разваливается дальше. Дальше получается нечто такое бесформенное и, ну, малоинтересное. Ну, слава богу, в последних проектах мы как-то, мне кажется, как правило, находим вот этот ключ, этот прием. То ли в культуре в общей, то ли в каких-то там планировочных традициях или архитектурных традициях, то ли еще в чем-то, ну, как правило, вот этот прием так, чтобы человек мог объяснить этот проект без его описания. А вот сказать, что да, ну, это я помню, да, 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 ну, такой вот там фахверк, там, такой-такой-то, или там что-то еще. То есть должен быть некий образ, который у тебя в голове откладывается, а чтобы такой образ сегодня отложился в голове, нужен очень четкий, понятный, логичный прием. И очень образный и сильный. Российские условия всюду разные. В каком-нибудь там Вологде они одни, в Петербурге другие, в Москве третий. У одного заказчика, опять-таки, с одним заказчиком одни проблемы, с другим другие, с третьим третий. В целом, ну, я бы выделил наш опыт. Ну, во-первых, в России надо жить долго. Поэтому жить надо долго для того, чтобы выйти на какую-то репутацию, при которой, ну, тебя как минимум начинают слушать. Как минимум тебя ценят, как минимум понимают, что даже если с тобой не согласны, то тут же тебя послать и взять нового архитектора – это вроде бы не совсем правильно. И даже у такого заказчика наиболее уверенного в себе, а у нас они все уверены в себе, должна возникать мысль, а вдруг он прав. Потому что обычно у заказчика всегда сам прав, и то, что он говорит, ты должен исполнять, как лакей, бежать рисовать. Это первое условие. То есть жить долго и всегда наращивать свою репутацию, не проваливаться. Второе условие – работать много. То есть я уверен, что у нас можно построить что-то приличное, не знаю, как там, может, в Москве немножко другое, при двух условиях. Первое – что ты давно знаешь заказчика, и он тебя знает, и он тебе верит. И второе – что если ты в постоянном контакте с этим заказчиком, ну ты должен, как в боксе, да, его ни на секунду не отпускать. Если ты отпустил заказчика, все, бой потерян, бой проигран. Так и стройка. Если ты ее там отпустил на короткий момент, ну и проектирование, считай, это уже очки против проекта. Потому что тут же начинается самодеятельность, тут же начинаются некие поиски, а как сделать лучше или как сделать дешевле, или как сделать наоборот дороже. В общем, как только ты даешь некую самодеятельность заказчику, все, конец. Ты должен его держать плотно, в объятиях, душить, целовать, любить, но ни на секунду не отпускать.